Программа Я бы так не смог Уж сколько мы всего про него, значит, навыдумывали И сколько всяких было розыгрышей И агентство на глубом глазу, упомянутое мной Да, сколько мы... Так, нет, конечно, догадаться, чтобы он летел во главе с Таей Шуравлей Нет, я так не мог бы Вот что, смешно, сам сейчас заржал и вспомнил Что в этот день, вчера, позавчера, мне начали, как только это стало известно Мне начали звонить из разных СМИ и просить прокомментировать Так вот, каждый, кто звонил с просьбой прокомментировать Там был два женских голоса, один мужской, три человека позвонили Трое журналистов из разных изданий, электронных, всяких таких-сяких Но всякий раз, когда я говорил, что прокомментировали Говорили, ну это, ну вот, и начинали сами ржать Понимаете, шутить про это уже нельзя Потому что само событие, я об этом писал до появления сюжета с Путиным Журавлем Я про это писал, вот как раз на Эхе Москве, есть на блоге Про то, что не перешутить жизнь Это выдумать нельзя Парадист всегда в проигрыше Это невозможно уже перешутить Они дошли до такой степени самопарадийности Что может только развести руками и признать свое поражение Однако же, неужели президент, господин президент не боится выглядеть смешным? Ведь для этого какая-то внутренняя смелость нужна, чтобы все время участвовать в таких креативных пиарах Это же видно, это как назвать Можно назвать это немыслимой смелостью Можно назвать полной неадекватностью Это вопрос терминологии Тот же Мамутов, бывший редактор Звести Или он сейчас редактор Нет, сейчас уже, не знаю, не важно Да, не путать с Аркадием Там их, значит, много довольно Вот он тут написал как раз о смелости О неординарности мышления Какой оригинальный ход Который нас всех сразу там Но опять же акция современной искусства Да, да, да Это уже Гельман такой, да Это уже Гельман, Кулик, да Уже группа Война отдыхает Мы знаем даже где она отдыхает Это уже вот такое современное искусство Нет, шутить про это можно как угодно Но только Вот как говорится Богу Богову Акесарю Кесарева Когда глава ядерной державы Во главе стаи журавлей Да, шутер жжет Шутер жжет Мы в прямом эфире Шутер Я же ведь не сказал ничего того Кроме того, что мы видели Да, вот же что Я не виновата Ты не виновата Ты нормальный человек Как и миллионы нормальных людей Которые смесь в открытую Велин Пусть не только те, кто нас видит Но и те, кто нас слышит Да, это нормальная реакция Этот смех Это нормальная, здоровая реакция На полный отрыв головы Да, в администрации Это нормальная Смеховая реакция Нормальная Иногда, как говорил я, жилец ирония Призвано восстанавливать то, что разрушил пафос Но он уже даже Ну действительно Это неадекватность Это все смешно-смешно Но вот есть другая сторона у этого А именно Давай зададимся страшноватым вопросом Что же это за электорат На который он рассчитывает Что же это за электорат На который делает опору Владимир Путин Попытайся представить себе Психологический портрет человека Который восхитится этим И скажет О, то весь в белом То весь в черном Но он весь такой торжественный Да, он весь такой спаситель нации Но этот вот уже полетел Да, он уже полетел Если бы это полетел в жире Ну отлично Но это летит президент Российской Федерации В том, что генпрокуратура сегодня предлагает Ввести понятие так называемой Нематериальной взятки К которой будут отнесены положительные отзывы в прессе В том числе и какие-то повышения Секс-услуги и прочие нематериальные Нет, там такое Там назначение Отзывы в прессе и секс-услуги Я думаю, что если эта норма закона начнет работать То Кремль опустеет сильно Вообще органы власти сильно опустеют А Останкина просто выберет Виктор Медведев сказал, что России нужно серьезно поработать над своим имиджем Так как из-за неосторожности восприятия России Тормозятся международные проекты Вы могли бы ему посоветовать, в каком направлении нужно серьезно поработать? Но это вот опять же мы возвращаемся к теме пиара и России Это Медведев сказал, да? Да, Медведев сказал Значит, понятно Да, да, да В самом вопросе В самом вопросе Добрый телезритель Прямо ставит мне шар в лузу И просит ударить Да? Потому что шутка Сама все напрашивается, да? Предложить Предложить что-нибудь с собой сделать Например, бывшему президенту России Медведеву Который обрушил имидж России Просто смехотворный уровень Поддерживали Каддафи Поддерживаем, значит, Асада Сажаем музыкантов, которые не то что-то спели, да? А президент страны летает с шуравлями Чего мы хотим? Чего мы хотим от нашего имиджа? Он такой, какой есть На зеркало нечего пенять Встреча с зеркалом, вообще, я уже об этом говорил Нас страшно расстраивает почти любого Вот тебя не расстраивает Да? Ну, подождем лет 50 Да? Ну, дайте Бог здоровья Значит, ну вообще Я тоже ведь про себя знаю Что я стройный и черноволосый, да? Если мне не подходить к зеркалу Я могу в этом убеждении Проходить до могилы, да? Но я не стройный и уже не черноволосый, да? И, значит, Значит, либо ты каким-то образом, да? Ну, соотносишь свои претензии Со своим обликом Либо ты летаешь с шуравлями Насколько мы знаем Телеканал Russia Today в частности Создавался для того, чтобы как-то способствовать Положительному имиджу России Не помогло Не один человек Ты засмеялась Но все спеши Не один человек Кроме Титерши Владинки на государственном канале Ну, за это ей орден посмертно Конечно, но не один нормальный человек Просто не может об этом говорить Наверное, что не человек Это подожарство Выходит в их офис в Киеве Это самое малое из проблем Да? Кстати, поголовье По некоторым сведениям Поголовье стерхов Уменьшилось в результате Нет, вы знаете Нет, опровержение я знаю Опровержение на эхо Москве Только у той девушки из заповедника Которая об этом писала У нее фотографии Там пропало сообщение Пропало сообщение Да, мы знаем Да, конечно пропало сообщение Потому что она не в Люксембурге живет Наверное, кто-то объяснил ей Да? Как не вовремя она это выложила Да? Это второй вопрос Почему она пропала? То есть это вопрос о том В какой стране мы живем Да? И в каких традициях мы живем Виктор, давайте, правда, ждемся уже результатов Нет, результатов никакого не будет Почему мы не верим? Ты что думаешь? А, почему? Да, почему мы не верим Почему мы верим? Это называется репутация Официальному сообщению Это репутация О том, что все-таки Никто из журавлей не пострадал В результате полета Может быть, даже не пострадал Но ответ на вопрос Ирина, почему мы верим? Есть такая штука, как репутация Номенклатурные люди Официальные люди лгут Мы к этому привыкли Мы правду от номенклатурного человека В конфликтных ситуациях воспринимаем Так сказать, как исключение Это первое Это не касается персонально Госпожи Кашинцевой Это мы говорим о наших Да? О нашем впечатлении От номенклатурного вранья общего Кроме того, повторяю У нее это просто слово Она говорит, не пострадала Там были имена этих стерхов Обстоятельства гибели И травм Да? Фотографии Значит, чтобы было на равных Пожалуйста, организуйте пресс-конференцию Пригласите журналистов Покажите им, что эти стерхи живы Вот этого с пятнышком на радужке Покажите, что он жив И тогда давайте мы все потом Опозорим эту девушку Машу Вызовем ее на допрос в генпрокуратуру И выясним Когда Шандерович поручил ей Выложить этот блок Чтобы дискрептировать Нашего прекрасного президента При каких обстоятельствах Сколько заплатил Но пока этого не будет Я верю Интонационно, кстати говоря Простите этот пост этой девушки Чтобы так написать Надо быть И выдумать все это Надо быть незаурядным писателем Чисто психологически я верю Но докажите мне обратное Госпожа Кашенцева Господин Песков Докажите мне обратное Пока что репутация власти Господина Пескова И всей власти целиком Да? Такова, что мы им верим Ну, в самом крайнем случае Мы исходим из того, что они лгут И устанем загибать пальцы От этого вранья Причем Два погибших аистенка Это Самое маленькое Из плат За это вранье Да? В стране, где Для неколебимого рейтинга Владимира Владимировича Были положены Стреляли Попадеть им Из огнеметов Да? Смешно говорить О там Аистятах Это уже второй вопрос Но вообще Если говорить Об охране живой природы Вспоминает Тигрицу накачивают Тигризаторами Чтобы все увидели Этого полуголого рэмба Значит С ампулой Да? Я думаю Что В смысле охраны Живой природы Лучше бы Чтобы Владимир Путин Держался от него подальше Сменив интонацию По поводу Напоследок Про аистов Я вспомнил Как это замечательно На государственном канале Вот до какого Этот летит Значит Президент ядерной державы Летит Во главе стаи Журавлей А внизу его комментируют Из вестей Цитата Президента Журавлята Видят впервые Конец цитаты Я Опять таки Либо это такое уже Такое Садомазо Такое Они сами над собой Уже издеваются Да? Но Я думаю Что это вот Нарастающий Реально нарастающий Маразм Я думаю Что мне напоминает Эта фраза Президента Журавлята Видят впервые Вспомнил По очень печальному поводу Да? Вспомнил Что эту фразу говорил Игорь Владимирович Кваша Его персонаж Помнишь В Мюнхгаузне Сцена охоты Герцена Кабальчика Он все промахивается И он говорит Неловко Они уже Неловко Он уже узнает Его в лицо Кто кого Кабальчик Герцег Кабальчик Вот Журавлята Которые Впервые Видят президента Это уже Эта степень Маразма А модное Нынче слово Троллить У меня была Вчера такая версия Что нас просто Троллят Смотри Это интересная версия Это версия второго порядка Слишком тонкая шутка Для нашего цирка Как я цитировала Один анекдот В каком-то смысле Да вот почему Вся энергия уходит Да вот Энергия последних дней Ушла В сотни карикатуры Анекдотов И фейков В интернете Опять же сняли напряжение Сняли напряжение Смех полезен Нет Тут споры нет А замечательное лекарство Замечательное лекарство Только тем И спасаемся Только Один мой замечательный Друг Тележурналист Андрей Максимов Я думаю что он Не против что я его процитирую В фейсбуке написал Ну ладно Дяденька там полетал На дельтаплане Там Вы ты что Все сутки пляшете Что все вот Набросились Шутить И я Попытался честно Ответить на этот вопрос Без шуток А ответ такой Дело в том что Энергия уходит Канализируется Именно в смех Почему? Потому что никаких других выходов Этой энергии нет Потому что В любом Маломальске Государстве Демократическом С обратной связью Такого дельтапланириста Погнали бы К чертовой матери Да Выставили бы ему счет За охрану За ФСО За журавлей За все Вывали бы в дегте перьях Не исключено что журавлиных Да Опозорили бы на всю страну И погнали бы вон Да И уже бы не смеялись То есть началось бы со смеха А закончилось бы импичментом Ну не по этому поводу По совокупности А у нас Поскольку тут все перекрыто Сделать ничего нельзя Власти легитимной В стране Нет Он самозванец Он самозванец В доме Опять же Нет Он самозванец объективно Какая-то часть населения Понимает что он самозванец Это другое дело Но он самозванец Потому что то что было Это не выбор Точка Да Парламент самозванный Да Суда Нет Вместо генпрокурора Чайка Но зато В последнее время Все креативно Очень много законопроектов Нет Я просто хочу заметить Что именно поэтому Нет Законопроект они могут Сколько угодно Симулировать Там Да Значит Это здоровье Вполне себе серьезно Сегодня оштрафован Первый штраф Подожди Я только закончу Эту мысль Именно поскольку Ничего нельзя сделать И детей защитить тоже нельзя От них От них Нельзя ничего сделать В рамках закона Да То вся энергия протеста Выходит в смех Это традиционная Русская история Поэтому Россия Родина Может быть лучшей Сатиры в мире Поэтому столько Сатириков Блистательных Да Именно потому что Там Там последний Великий сатирик Свифт Почему кстати говоря Потому что как-то После Свифта Они начали реформировать Да Систему И сейчас не нужен Свифт Англии Свифт Просто не нужен Все решается в судах В парламенте Да В рамках Демократических Вы наверное Сегодня тоже читали В новостях Что Кэмерон Уволил Несколько министров Они заплакали И он сказал Что вы сумасшедшие Ну вот Вот и весь Это Да Ну это Сверь уровень Этого скандала Если бы Кэмерон Это сказал Летая Во главе Аиста Вот это я понимаю Нет Прошу сравнить Там где есть Механизмы Обратной связи Там энергия Уходит в изменения Там где нет Как в России Ну вперед Вперед Салтыков Щедрин Да Там И далее Везде Вот Влад Мне уже пишет Смех без причины Признак дурачины Это действительно Судяшний эфир С вами Он вот Я не уверен Что он без причины Влад Я не уверен Я не уверен За Влад Неужели тот Нет Причина есть Влад Позвольте вам сказать Со всей партийной прямотой Причина есть